Нескорая помощь в Молдове стремительно пустеют аптечные прилавки. Исчезла треть лекарств. С чем это связано, выясняла Вида Недова. Ситуация на фармацевтическом рынке Молдовы на грани катастрофы. С аптечных полок исчезло 30% лекарств. Больше всего не хватает дешевых кардиопрепаратов, антибиотиков и вакцин. Я обошел уже 4 аптеки. Это пятое. И только здесь мне повезло. Нашел нужные лекарства. Дефицит медикаментов реальная проблема для нас. Некоторых лекарств уже нет месяцами. Вы спросите у тех, кто страдает диабетом, как им трудно достать инсулин. Если вместо нужного препарата есть заменители, то в аптеках их, конечно, предлагают. Но они, как правило, дороже и многим не по карману. Люди возмущаются. Они спрашивают, а что нам делать? Где достать лекарства? Почему их нет? А мы отвечаем, что фирмы просто не завозят. Не завозят, потому что работать с Молдовой стало невыгодно. Минздрав устанавливает закупочные цены один раз в год в национальной валюте. А молдавский лей дешевеет. Но пересматривать стоимость лекарств на 2016-й власти не торопятся. А фармацевтические гиганты, которые обеспечивают 80% рынка страны, тем временем уходят из Молдовы. Государство в интересах общества стремится любой ценой эти цены снизить. Порой производители с этим не соглашаются. Есть прецеденты, когда препарат зарегистрирован. Но цена, которую предлагает Минздрав, не устраивает производителя. Он отказывается эту цену регистрировать и отказывается от поставок в Молдову. Сейчас правительство в срочном порядке утвердило план действий. Главная цель – устранить хотя бы бюрократические проблемы, чтобы производители вернулись на молдавский рынок. Мы намерены упростить доступ к рынку медикаментов, авторизованных в Европе, США и Японии. Также мы хотим расширить сети аптек в сельской местности. С одной стороны, будут упрощены все процедуры регистрации и доступа на рынок. С другой стороны, мы исключим оплату таможенных пошин на первичный материал для производителей. Но даже если план начнет действовать в ближайшее время, исчезнувшие лекарства не вернутся на полки раньше, чем через три месяца. Это время необходимо, чтобы сделать заказ, произвести медикаменты и поставить их в страну. А пока власти увеличили список лекарств, которые полностью или частично оплачивает государство, чтобы помочь пенсионерам и людям, страдающим хроническими заболеваниями. По статистике, жители Молдовы тратят в год на лекарства около 50 долларов при ежемесячной зарплате в 200 долларов.